Здравствуйте, ребята! Всем привет! Серёжа, откуда у тебя такие необычные фломастеры? Они что, резиновые? Нет, Каркуша, фломастеры самые обыкновенные. А то, что ты видишь, это оптическая иллюзия. Да? Да, на самом деле нужно взять фломастер двумя пальцами и плавно двигать рукой вверх-вниз. Вот таким образом. Ну? Вот, раз, и начинает получаться. Серёжа, а я и не знала, что ты фокусы показывать умеешь. Да, умею. Фломастер кажется гибким, но на самом деле остаётся твёрдым. Жаль, что у нас нет гибких фломастеров. Каркуша, не расстраивайся, ведь мы находимся в мастерской и можем сделать всё, что захотим, даже настоящие гибкие фломастеры. Ура! Давай сегодня этим и займёмся. Итак, для сегодняшней поделки нам понадобятся фломастеры. Вот их сколько у нас с каркушей. Да. Самые разные. Прозрачные гибкие трубки. Угу. Цветной песок. Вот он в таких пакетиках. Симпатичный. Да. Клеевой пистолет. И пассатижи. Так, так, так. Ну, с чего мы начнём? Первым делом надо разобрать фломастер на части. Для этого я надену перчатки, чтобы руки не испачкать. А на стол я уже заранее постелил вот такую клеёнку. Ребят, это важное замечание. Вы тоже наденьте перчатки и положите клеёнку на стол. Работать нужно очень аккуратно. И с соблюдением правил безопасности. Поэтому попросите взрослых вам помочь. Итак, пассатижами вытаскиваем носик из фломастера. Вот как всё легко. Дальше вытаскиваем заглушку. Ой! И стержень фломастера сам выскочил. Аккуратненько. Да. Никогда не видела, как устроены фломастеры. Интересно, а кто и когда их изобрёл? Сейчас узнаем. Оказывается, прототип всем знакомого фломастера изобрели ещё в Древнем Египте. В ходе раскопа гробницы Тутанхамона археологи нашли медные карандаши, внутри которых были вставлены тростинки, пропитанные растительными чернилами. Современные же фломастеры появились в Японии в 1942 году. И очень быстро завоевали любовь детей и взрослых по всему миру. Теперь к носику надо приклеить цветной стержень. Делаем это с помощью клеевого пистолета. Ребята, лучше, если вам в этом помогут взрослые, помните, что клеевой пистолет очень горячий. Капаем немного клея. Соединяем. Подождём, пока клей высохнет. Ну что, Серёжа, клей уже высох? Да. Мы уже на финишной прямой. Осталось вставить стержень, приклеенный к носику, в прозрачную трубку. Но прежде капнем вот здесь ещё немного клея, чтобы стержень лучше держался. И уже потом вставляем в трубку. Вот так. Пока клей сохнет, с другой стороны внутрь насыпем цветной песок. Какой цвет выбираешь, Каркуша? Есть зелёный, розовый, голубой, фиолетовый, жёлтый? Я хочу розовый. Розовый. Хорошо. Вот розовый песок. Это будет фломастер для девочек, да? Да. Серёжа, а мы можем добавить туда жёлтый песок? Конечно, Каркуша, без проблем. Так будет даже ещё веселей. А может быть, добавим ещё один цвет, а? Нет, Каркуша, песок должен свободно пересыпаться в нашем гибком фломастере. Теперь с обратной стороны вставляем заглушку от фломастера. Заглушка вставлена. Давайте рисовать. Давай. Каркуша, ну у меня нет бумаги. А, секундочку, сейчас. Давай. А пока Каркуша летает за бумагой, смотрите, что можно сделать с гибким фломастером. Завязать в узел. Ух ты, как здорово. Спасибо. Какая прелесть. Рисуем. Что нарисуем? Солнышко? Да. Ну, хорошо. Пусть будет синее солнышко. Синее дерево. И синий человечек. Ой, такими фломастерами можно не только рисовать, но ещё и играть. Пересыпая песок внутри трубки. Это, кстати, делается очень легко. Смотрите, развязываем узел. Да. И вот так песок пересыпается вверх, вниз. А ещё вместо песка можно наполнить трубочку бисером. Точно, Каркуша, отличная идея. Кстати, я уже сделал несколько вариантов таких фломастеров. Сейчас вам покажу. Вот они. Везде разный песок. Где-то оранжевый, где-то синий, а где-то бисер. Вау! И это уже не просто письменные принадлежности, а настоящее украшение рабочего стола. Ребята, фантазируйте. Придумывайте своё оригинальное наполнение. Фотографии своих работ присылайте нам. Адрес внизу экрана написан. Ну, а нам пришло время прощаться. Увидимся на канале Карусель. Пока-пока. Кар-кар-кар. Субтитры сделал DimaTorzok